Привет! Сегодня я расскажу как долететь из Липая до Москвы за три часа. Это адрес сайта аэропорта Липая. Там можно узнать важную информацию, как доехать. Я ехал на такси. Это стоило 7 евро. Примерно 17 минут я ехал от дома. Я живу на окраине. Это примерно 8,5 до 10 километров. Цена 7,5 евро. Можно расплачиваться по ссылке на то такси. Чтобы вы понимали, сколько времени занимает от Липая до Риги общественным транспортом или машиной, Это примерно 250 километров. Это примерно от 2,5 часов до 3 часов езды от Риги до Липая. Естественно, цена, допустим, на маршрутку примерно около 12 евро. 10-12. Это аэропорт Липая. Это от моего дома дорожка до аэропорта. Приближаем аэропорт, смотрим. Одна взлетная полоса, которая имеет все лицензии международные. То есть это международная лицензия аэропорта. То есть могут приземляться достаточно большие самолеты. И сама дорожка отработана полностью. То есть она в идеальном по европейским стандартам сделанная взлетно-посадочная полоса. Это самый аэропорт, он небольшой, очень приятно выглядит. И это самолет, который нас повезет из Липая в Ригу. Липайский аэропорт. Небольшой пейзаж. То есть здесь справа был выход для пассажиров прибывших. Здесь место, куда входят пассажиры. Это мои билеты. Небольшой красивый пейзажик самого аэропорта и взлетной полосы. Ехали мы, прилетели мы ровно 30 минут. То есть этот рейс из Липая до Риги ровно 30 минут. Вылетели мы в 5.45, начали вылетать. И ровно в 6.15 я уже выходил из самолета. Модель самолета вы видели на экране. Естественно, авиакомпания AirBaltic. Цена билета от Липая до Москвы с пересадкой в Рижском аэропорту 75 евро была. Но это я просто специально мониторю, когда дешевые билеты. Потому что часто летают. Это салон. Все очень чисто. По два места с каждой стороны. При заходе на посадку в Рижский аэропорт мы облетаем Рижский залив. Очень красиво и очень низко. Можно даже поснимать, если вы около окна сидите. Самолет турбовинтовой летит очень быстро. Сами понимаете, система турбовинтового самолета. Если кто хочет узнать, смотрите на поисковых системах. Здесь немножко ускоренная съемка, чтобы просто показать, как мы пролетали. Немножко камера трясется, но это из-за моих рук. Но никак пассажирам этого не чувствуется, что какая-то тряска. И далее мы прилетаем в шикарнейший, прекраснейший аэропорт Риги, в котором есть несколько секретов. Там есть секрет, что можно покурить. Многие московские аэропорты вообще полностью закрыли курение сигарет, табака. Здесь есть выход в определенном месте, где даже уже в международной части. Также здесь вода газированная. Просто хотя бы попить воды стоит не так дорого. Пересадка была буквально... То есть в 6.15 мы прилетели, в 7.45 я вылетел. Летели час десять и уже в Шереметьево. То есть в общей сложности это было так быстро, так клево. И в Шереметьево единственная была задержка, что очень много было на паспортном контроле. И мне пришлось 40 минут ждать. А так все было очень хорошо. И вы представьте, такое расстояние преодолеть всего за 3 часа. Это класс. Через... После прилета, через полтора часа или через час я был уже дома. С вами был Стас Тайбер. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok